Здравствуйте, коллеги! У нас сегодня воодушевляющий вебинар и занятие, которое приурочено к предстоящему 18-го числа, 18-го мая курсу по антистрессу. Веду его я, Пекшев Андрей Николаевич. Вот немножко обо мне. Я специализируюсь на управлении межличностными конфликтами. У меня даже есть своя какая-то фишка, это экстремальная конфликтология. Экстремальная. Экстремальная она в каком смысле? Я считаю, что когда человек находится в хорошем стрессе, он принимает все-таки какие-то правильные решения. Важно ему помочь подтолкнуть в верном направлении. Вообще мы все находимся в состоянии такого гомеостаза, равновесия. И легкий стресс, как вы понимаете, он иногда очень даже полезен. Но вопрос в том, что не всем он полезен, и главное, чтобы он не перешел в хронический стресс. Однако тема стресса, управления межличностными конфликтами, наверное, это самая такая, что ли, вещь, еще жесткие переговоры. В центре специалист, где, собственно, вы присутствуете, вот идут люди как бы с удовольствием, потому что жизнь наша такая сейчас достаточно жесткая. Надо выживать, вот откуда-то брать энергию для выживания. Надо свою жизнь, ну как сказать, время от времени начинать заново. И мы стараемся, ну весь коллектив, там большинство коллектив, кто софт-скиллсом занимается, помочь людям. Тем не менее, что вы думаете, что такое стресс для вас вообще? Что такое? Страх. Стресс – это страх. Я вообще могу сказать, что само понятие стресс, оно возникло не так давно. Но Ганс Селье, да, его придумал, а в общем раньше работали со страхом, как вы понимаете. Работали со страхом. Но тем не менее, заслуга Селье в том, что он доказал, что стресс, вот как бы есть три направления борьбы со стрессом. В классическом стресс-менеджменте. Первое – это изменить стрессовую ситуацию или уйти из нее. Согласитесь, что это трудновато. Трудновато. Это классический подход. Второе – изменить свое отношение. Вообще безумно трудно. Безумно трудно изменить отношения. Третий вариант – изменить внутреннее состояние и повысить устойчивость к стрессовым факторам. Это классика. Значит, чем опасна классика? Она опасна тем, что она не учитывает один момент. Как правило, в стрессовых ситуациях у человека идет какой-то адреналиновый выброс. Так вот, мы можем управлять адреналином секунд 30-40. Вот пока там это все начинается. Но если надо сказать, что не напал дикое животное. Вот если это, скажем, межличностное общение. 30-40 секунд мы можем управлять стрессом. А потом он управляет нами. Понимаете? Адреналин управляет нами. Мы выходим из-под контроля. Поэтому все эти вещи, которые преподаются в других, скажем так, учебных заведениях. Релаксация, аутотренинг. Измените. Ну, уйти можно, убежать. Я считаю, что это не совсем корректно. Потому что адреналин. Это же мощная система управления человеком. Так вот, на том семинаре, который будет 18-го, мы как раз, так как я работаю с военными и со спортсменами, им некогда, да, заниматься вот такими эфемерными вещами. Им надо вот сейчас и тут. Более того, я хочу сказать, что, конечно, бывают тяжелые расстройства. Да, тот же Селье выделял, скажем там, такой понятие дистресс. Да, это стресс вредный. А еще и сделал стресс. Это полезный такой легкий стресс, воодушевляющий. Значит, вот существует такая интересная статистика. Почему? Да, статистика первая. В нашей стране, в России, где-то процентов 35, это такие вот психически устойчивые, стрессоустойчивые люди всегда. Еще где-то процентов 30 время от времени впадают в какие-то такие вот депрессии, да, выходят из состояния равновесия. И бывает это весной или же глубокой осенью. В это время как раз увеличивается количество преступлений, преступлений как против личности, так и самоубийств. То есть наше общество, оно относительно стабильно. Относительно. То есть так, как будто бы процентов 65-70 стабильных, здесь включают и дети, и дети тоже включаются. И они перевешивают. 30 процентов, они вообще сразу включаются во все вот эти и начинают, начинают, начинают накручивать. То есть мы живем в интересном мире. В интересном мире. Но здесь нам еще психотерапия считает, что в процентах 40 случаев не обязательно, если у вас какие-то депрессии, да, обращаться к психиатрам. То есть 40 процентов случаев лечится, ну как лечится, купируется психотерапевтическими методами. Без использования всяких антидепрессантов и прочее, прочее. Но парадоксальная вещь. Если происходит заседание какой-нибудь ежегодной психотерапевтической лиги России, да, то это в каком-нибудь дальнем Подмосковье, санатории где-то. А если форумы психиатров проходят, то это отели 5 звезд плюс в центре Москвы или где-то там в Санкт-Петербурге, никак не меньше. Их спонсируют производители вот этих антидепрессантов. Поэтому если вы упустите вот этот момент, сразу пойдете, ну те люди, у кого вот как бы вот эти стрессовые факторы нарастают, сразу пойдете вот туда в психиатрию, это опасно. Идите, ну конечно, если там что-то совсем форс-мажорное, да, без таблеток, лекарств, уколов не обойтись. Но психотерапия затем и придумана, что пытаться вызвать ресурсное состояние человека, чтобы он сам справился. Понятно? Я вижу здесь, ну серьезную опасность, которая поддерживается фармакологическими мировыми компаниями. Вот. Так как сегодня, я, кстати, поздравляю всех с праздником, вот, с наступающим, да, кто верит или не верит, все равно праздник какой-то такой духоподъем. Есть такая штука у нас. Веселая картинка. Она часто присутствует в интернете. Если картинка для вас не двигается или движется совсем немного, вы здоровы и выспались. Как для вас картинка среди присутствующих двигается? Как будто. Смотрите, в чем она, вы получите эту презентацию, в чем она психотерапевтична. Вот, мы вошли в каком-то состоянии такое эмоциональное. Если у вас есть там телевизор, экран, ну, возьмите вот эту картинку, откиньтесь удобно и начинайте ею управлять. Этой картинкой. То побыстрее, как-то вот взгляд, да, то чуть-чуть косо влево, да. Управляя, мы выходим из состояния стресса. Ну, это, конечно, юмор, да. Но, тем не менее, на самом деле, как ни смотри, вот так как у нас все время идет микродвижение глаз, а она все равно чуть-чуть поддвигивается, да. А вот если поставить задачу двигаться быстрее, а может быть еще быстрее, да, вот такая штука. Когда мы ставим себе такие задачи, это нас отвлекает, ну, и вызывает даже, ну, какой-то эмоциональный подъем, да. Ну, стресс делать серьезно. Одними такими картинками, ну, мы не обойдемся, как вы понимаете. Так что такое стресс для вас? Вот вы сказали страх. Вы? Что для вас? Да как? Вас зовут Лена, а вас Галина. И вот вы Галина. Видите? Я сейчас быстро встану между вами. Да, вот. Это очень редко. Да, это редко. Галина. Да, но тем не менее, для вас вот Галина. Мне кажется, это состояние, когда попадаешь в стопу или начинаешь рыдать. И сначала одно, потом второе. И не можешь остановиться. Понятно. Для вас стресс это похоже. Это страх, и потом начинаешь вообще. Безкомфорт страшный. Понятно. Ну, аудитория дает по-разному. Ну, тема страха. И люди описывают свои физиологические реакции. Ну, это же физиология там. Ну, психофизиологические реакции. Сейчас я скажу, чем это, ну, не совсем, что здесь, в чем подвох. Да. Вот Ганн Селье говорит, что стресс это мобилизация организма в ответ на внешний вызов. Мобилизация. Но с его точки зрения это мобилизация. Есть какой-то вызов какой-то там. Или неспецифическая реакция на действие экстремальных факторов. Да. Какую-то трудно разрешимую ситуацию. Что такое неспецифическое? Вот Ганн Селье считали, что, допустим, холод, сильный холод, стресс. Там сужаются сосуды. Ну, чтобы человек выжил, они потом должны как-то расшириться. Да. Или наоборот, жар. Идет какое-то платоотделение. Или горе. Да. Какие-то тоже реакции. Или радость. Ну, есть какая-то специфическая реакция на каждый вот этот раздражитель. Но Ганн Селье доказал, что, несмотря на то, что у нас происходит горе, радость, боль, жар, холод, ну, какая-то экстремальная ситуация, биохимия у нас похожая во всех этих ситуациях. То есть, внутренняя биохимия одинаковая. С этим долго спорили, а потом опыты показали, что биохимически у нас при стрессе происходят вот эти неспецифические реакции. То есть, на каждую реакцию свой ответ. А общий фон вот такой. Адреналин тоже, да? И в том числе и адреналин. Вообще-то, биохимия, там же целый комплекс. То есть, нет, не считай, это подряд. Это вот хороший вывод у вас. Значит, мы смотрим стресс в жизни первобытного человека. Две реакции. Или бей, или беги. Ну, в принципе. Ну, не буду же я там сотрудничать, да? Как раз ты там, ну, разговариваешь. Как вот мне там сотрудничать там. Бей, беги. А сейчас у нас нет таких резких, ну, вещей связанных с выживанием. Но, тем не менее, ресурсы нашего организма заточены по то, чтобы вот, или по то, чтобы выживать. И у нас включается вот этот избыточный механизм. Нам нужно, может быть, там, 2 грамма адреналина, а у нас 10. Да? Нам нужно, вот, бежать, отойти в сторону, а выделяется столько энергии, чтобы убежать там на 3 километра. То есть, а это же биохимия. Меняется биохимия. Дальше. Значит, что происходит в нашем теле в ситуации стресса? Ну, давайте опишите так. Вот стресс, страх. Что? Неприятные ощущения. Какие? Ступор. Ступор. И боли даже, да, есть? Может быть, здесь где-то, да? Да, чуть-чуть. Вот здесь, да? Вот, может быть, там, в городе. Да, слезы. Хорошо, у вас. Спасибо, Лена. Мокрые ладони. Так. Начинаешь быстро думать, но глухость угрожает. Ну, хорошо, скажем. Да. Ну, и, наверное, все заканчивается связанной. Угу. Слезы стоят. Ну, да. Можно так. Да. Ну, и вообще, причина в том, что просто не умеешь ответить на другую. Заглость. Вот. Да. Засчетность какая-то. Ну, да. Да. Хорошо. Аня, спасибо, Галина. Вы? Что для вас? Просто в жизни. То есть ты, в общем, раздражение. Потом какой-то беспокой. Ага. И даже вот, ну, то, что последнее мне произошло. Вот такой, скажем еще, что, главное, что я что-то уже забыла. Свои... Да не надо вспоминать. Да, не надо вспоминать. Да, и надо бы не вспоминать. Нет, ну, тогда... А, да. Она, вот, понимаете, человек, который мне доставил эту боль, он специально это сделал, понимаете? А я не смогла устоять. Потому что я забыла. То есть, ну, как-то нужно, видимо, найти равновесие. Ну, физиологически у вас тоже есть какая-то реакция. Физиологически. То есть, там было. Ну, понятно. Понятно. Хорошо. То есть, ничего хорошего. Он, значит, мы по старинке, как и тысячу лет назад, ну, как готовимся к сражению, да? Адреналин, которым нельзя управлять через 40 секунд. Давление повышается, да? Понятно. Учащается сердцебиение. Улучшается кровоснабжение мышц именно в ущерб внутренним органам. Вообще пища не переваривается, ничего. Более того, я хочу сказать, что я редко сейчас преподаю в специалисте. Я за рубежом, да? И вот стресс, кризис. Для бизнеса я преподаю какие-то вещи. Так вот, стресс в кризис у бизнесменов блокирует образное мышление. Они не способны придумать, то есть действуют по стереотипам. Если что-то кризисная ситуация в компании, да? Они не способны придумать какой-то оригинальный ход. Понимаете? Отключается еще образное мышление, ко всему прочему. То есть это, ну, как вы сказали, мыслишь так вот. Да, ничего, да? Дальше. Повышается уровень сахара в крови. Ну, сахар как, да, вот как строительный материал, что сжигать, да, энергетика. А зачем нам это все? Мы же никого не забираемся убивать там, да? Но тем не менее, вот такие мощные идут выбраться. Да, и дыхание очищается. То есть мы готовы вообще отражать какую-то агрессию там. Или же наоборот, представляете, вот мы впустили в себя чужую агрессию, а при этом у нас вот это все выделилось, да? И вот как раз вот эти слезы, это как раз выход вот этого излишнего напряжения. Это попытка расслабиться. Потому что там у нас много всего оказалось. Это моё рюм, да, Теша? Да. Да. Я бы расслабиться не наоборот, я согласна. А если ты не хочешь, то это три часа. Если три часа, это уже да. Да. Если три часа, это тяжело. Идем дальше. Теперь нам... Вы все видите? Немножко чуть-чуть съехала у нас штучка. Значит, у всех должна быть бумажка с ручкой. Есть у кого-то? У вас есть? Поделитесь. Я вам ручку дам. Ручку дам. Значит, существует несколько... Ну вот на курсе, на курсе 18 мая, там есть... Мы заполняем несколько таких научных вопросников, да? Чтобы понять уровень стресса и нестресса. Да, как бы не такой университетический. Вот это один из... Значит, в чем... В чем суть? Я сейчас вам пытаюсь сказать. Я сейчас скажу. Вот помните, я сказал, что радость, горе, страх, там холодно-жарко, есть неспецифическая реакция. Одна и та же биохимическая реакция. Ну, вот доказать, да? Так вот, оказывается. Есть такой опросник Холмса Рагге. Он классический, да, этот опросник. И что радость, что несчастье, да, еще какие-то вещи, они потихоньку вгоняют нас в состояние стресса. В чем опасность? Если, допустим, год был неудачный. Понимаете, когда, например, год был, там, там, смерть супруга, да? Или же там, тюремное, не дай бог, заключение. Травмы или болезнь, да? Там, какие-то сексуальные проблемы, да? Ну, вот что там? Сын или дочь покидают. Нет, я вам это все сброшу. А, ну, там, ну, кот был вопрос такой, да? Изменим условия жизни. У нас копятся вот эти, так называемые, ну, назовем так, стрессовыми поводами. Да? Ну, вот год взял и прошел. Ну, да, год был, допустим, сложен. И тут вдруг начинается второй год. И тоже что-то происходит, там, или трагическое, или что-то такое, там, кредиты, там, ну, что угодно, да? И вот здесь возникает опасность. Один год мы еще можем как-то продержаться. Ну, два, так вот, туда-сюда. А если три? Опасность стресса в том, что он может стать хроническим. Я предлагаю вам сейчас определить. Вот сегодня у нас 27-е. апреля. Мы, если на год назад отмотаем свою жизнь и попробуем, что нужно сделать. У каждого, у каждого раздела есть свои цифры. Если в вашей жизни что-то было, ставьте себе цифру. Ну, например, там, смерть цифровой 100. Ну, не просто так говорят, да? Да. Это было в каком месяце? Ну, это правда в июне было. Ну, того года. Ну, год прошел, да? Ну, почти прошел. Не-не-не, ну как прошел? Мы же считаем с 27-го апреля прошлого года, да? То есть мы, да, мы считаем то, что внутри, да? Вот мы идем. Вот отмечаем. Вы тоже отмечаете, если у вас даже не было каких-то трагических событий, отмечаете, что у вас было. Понятно? Видно? Вам видно? Да, да. А, безумие, если состояние здоровья в семье, то имеется в виду что-то существенное? Ну, если это вас волнует, то да. А складывать, да? Да, потом складывать. Там еще и вторая страничка, не думайте. Стало бы много неприятно. Имейте в виду, что празднование Нового года, активное, 8 марта, радость, да? Это тоже стрессовый фактор. Изменение финансового положения, или сунды, или заем. Это мы считаем все-таки разные пункты, да? Хотя над этого меняется. Да, да. Разные пункты. Мы только научатся, поверьте. Да, мне интересно. Вы уже досмотрели, да, до конца? Да, вообще почти все. Ну как, так нет, вы просто циферки ставьте, а потом сложите. Сложное стресс. Лена, вы пока не активно. Я ориентируюсь на ваш, хотя у нас есть там, на вас, у нас есть там товарищи, которые по вебинару. Они уже будут догонять. А обучение, что-то типа курса считается? Где это вы считаете? Начало или окончание обучения. Ну, допустим, я начала ходить на курсы английского. Да, да, да. Потому что вы сменили, вы сменили свой образ жизни. Изменил. А, если это какие-то квалификации. Ну, это тоже, это может быть позитивный стресс, да? Как бы, но все равно это стресс. Да, дополним. Я же ходила на силу продвижения. Нет, мы обычно вот эти все вещи, они воодушевляющие, когда человек обучается. Но, тем не менее, все равно это считается стрессом, да? Вот, посмотрели, да? Я, пока мы не перещелкиваем, я скажу, вот в конфликтологии, вот, мы иногда удивляемся, почему иногда происходит какой-то взрыв эмоций, да, там, конфликт, и с того, и с сего. Вот, накапливается по чуть-чуть. Понимаете, по чуть-чуть. А потом вдруг болбах, а мы не поймем, почему. Да, когда что-то было последней каплей. Оказывается, причем не дали. Причем не дали. Прищелкиваем на второй миллион. Не все, не все, пожалуйста. Вот, дальше давайте. Если у меня были одни курсы, а потом учились вторые, это можно как смена места обучения? В разных местах, да. Так, если вы завершили, вы тогда складываете. Чего такое встречного года? Да. Рождение за каждые 12. Ну, у вас раз в год, надеюсь? Да, 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 за каждые 12. А что кто-то... Ну, это стресс. А, может быть, у меня были, допустим, мой день рождения, а до этого день рождения ребенка тоже раз вечером. Да, да, да. Добавьте. Добавьте. Значит, если вы досмотрели, прибавляйте, да, складывайте. Что там, что получается? Вы уже сложили? Часто, что-то, что-то день рождения, что-то. Конечно, день рождения. Знаете, активное день рождения, слишком стресс. Или, например, одинокое день рождения, когда никто не повторял. Это что, что-то, да, неизвестно, что он... За каждый штраф один из этих, да? То есть, если 50 штрафов, можно прямо... Да, если как-то штраф. Ну, кстати, штраф, между прочим, ну что, 11 баллов всего. Между можно и нам штрафов за год. Да, складывайте. Потому что хоть у нас сегодня и такой рекламный... Я хочу... Я хочу... Да, не, ну подождите, ну что, прямо так, сразу начинается. Вы сложили уже, да? Да, 336. Угу. Это за счет вот первого события? Да, сколько? Да. Да. Ну, я не активная, но еще... Это как? 446. 446. Ну, то есть, по разным маленьким, так как бы накопилось. Ага. 443. 443. Смотрите. Смотрите. Вот видите, у вас уже позитив. Значит, я еще раз... Это год. Да? Бог с ним, с этим годом. Нет, смотрите. Бог с ним, с этим годом. Да. А у нас, получается, уже четвертый год. Поэтому у нас... Да. Понимаете, в чем опасность? Опасность в том... Ну, вы сейчас знаете, да? Опасность в том, что он может превратиться в хронический стресс. Соответственно, когда у вас появится вот на руках вот хотя бы вот эта табличка, или же если вы придете, там, решите, там, у вас 18 часов, это в более таком виде. Это будет рабочая тетрадь или там, ну, как бы эти все эти разные стрессовые техники. Вы внутренне будете отслеживать вообще. А надо ли вам? Да? Ну, даже по градации. Ну, даже по градации. Да, как бы. Да? Ну, вот я признал, что, например, до сентября прошлого года я так был в таком взвешенном состоянии достаточно равновесном. Тем более я занимаюсь этими вещами, у меня, ну, трудно выбить и с коня сбить. Ну, бывают, конечно, такие варианты. Ну, я вдруг неожиданно ко мне обратился мой товарищ и говорит, я продаю свой участок, который граничен с домом. И все. Он говорит, я продаю, а я покупаю. Ну, потому что я не могу, а вдруг там кто-то другой купит. И я купил этот участок вместе с домом и вогнал себя в серьезный стресс. Ни с того, ни с сего. То есть, вот у меня, может быть, было там 150 умений, да? И тут сразу, хоп, столько решений, образ жизни, статус, привычки. Все изменилось. Ну, потому что это было спонтанное. Но правильное решение мои, там, разнообразные родные меня поддержали. Но тем не менее, вот я покупаю, продаю, вот у меня сразу ключи дал и все. И сразу, и с этими ключами появились вот эти самые стрессовые факторы. То есть, мы иногда сами себя вгоняем. Ну, хорошо. Допустим, меня это мотивирует. А некоторые же они, некоторых это давит. Я ведь скажу, что меня это не всегда мотивирует. Но тем не менее. Опасность. То есть, если эти моменты мотивируют, можно им относиться лучше? Да. Но все равно лучше отслеживать вот эти более, ну, как называется? Сейчас я вернусь. Вот, смотрите, вот эти вот. Да, красиво. Ну, вот там вот раз в год. Да, вот эти. Вот что-то такое. Вот из этой штуки. Они опасны. Здесь нужно очень четко, ну, себя любить. Четыре года? Да. Но так как вы пришли бодры, я думаю, у нас у всех есть шанс. Так, понятно? Иначе бы мы не пришли. Да, да. Ведь обычные люди, обычные люди не сидят. Ну, не знаю, я... Знаете, есть такая песня «Московский хоп» и «Негасимый свет». Ну, вы знаете, там, по Москве. И я когда-то ходил по городу и думал, что вот такие красивые окошки, там, занавесочки, там, да, как бы и все такое прочее. Когда я столкнулся с реальностью, я уже не могу смотреть на эти занавески, потому что я предполагаю, что где-то умирают люди, там, они лежат в сдвижении. Ну, вот я просто... У меня был такой период активный, что у меня все эти наездочки ушли. Да, 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 ну, не всегда. Да, вот период, период был такой серьезный, когда я, в общем, уже не смотрю туда эти окошки. Да. Скелеты ушли. Да. Ну, уходим от скелетов, идем дальше. Дальше. Вот стресс, он не одномоментный. Он хронический. Поэтому военные, спортсмены, в случае стресса, они предполагают, ну, лучше, там, сто раз присядь, там, еще что-то, выстрели, там, ну, вот, крикни, гаркни, да, что-то, сбрось вот это излишнее физиологическое, как бы, психическое напряжение. Если мы не сбрасываем, это разрушение. Это, ну, конкретное, конкретное разрушение. Я, вот, хочу сказать, мне часто, ну, достаточно часто, вот, если дамский какой-то коллектив, а я, ну, за рубежом, у меня есть конкретные вещи, когда только женщины приходят, да, там, специфические, там, ковсы и все такое прочее, там, по стратегиям, там, успешность и все такое прочее. Вот, иногда такой вопрос возникает, а есть ли какие-то техники, ну, или вообще, может, какие-то упражнения, которые, ну, поддерживают молодость и красоту, максимально, ну, вот, как-то там, разглаживают морщины и еще что-то. Как вы думаете, есть ли какие-то, например, сон? Сон. Сон, да. Ну, какой сон? Здоровый. Здоровый сон, да. Ну, если ночью спите, хорошо, но еще есть сон один. Есть послеобеденный сон. Послеобеденный сон, когда мы поели и на полчаса, на 40 минут прилегли, а я таких людей знаю, они очень хорошо выглядят, в этот момент у нас кровь приливает капиллярам и уносит вот эту всю, вот эту гадость, да, и прочее. Послеобеденный сон – это мощнейшее, ну, как бы омолаживающее средство. Если клонит. Надо быть большим начальником, закрывать кабинет, ставить стулья, вот. То есть, считается, на китайском положении, знаете, он очень слабенький, даже у них, например, организация превышает. Ну, это очень полезно, ну, если, если, это кроме ночного налаженного, да, скажем так, ну, считается, что до 10 часов надо ложиться все-таки, да, это как бы, но это нереально в нашей жизни. Тем не менее, послеобеденный сон может компенсировать. Второе, второе – это занятие любовью активным, да, такая же реакция, помните, я говорю про биохимию, вот, как ни странно, как ни странно, но итоговая реакция такая же. Третий вариант, он же последний, нет, есть еще там медитация, но это как, как, это уже сложности, нужно подбирать, но вот то, что я говорю, это можно каждому. Каждому. А третий вариант – это однообразное плавание на длинные дистанции. Бассейн. Бассейн, но не разнообразный. Если вы плывете брасом, вот вы плывете километр-полтора, в этот момент отключается сознание и та же реакция. Да, вот, кажется, когда вы выходите, да, а потом, да, там отключается мозг, и более того, ну, если мы берем, как бы, людей большого бизнеса, они любят, ну, например, какое-то решение принять там акции, кого-то поглотить, продать, да, вот, ну, я с такими сталкиваюсь периодически. Ну, многие говорят, вот, нужно, вот, сижу там в плавках и полчаса думаю, заставляю в свой мозг вот эти варианты. Вот так, хорошо, нехорошо, так, а если так, так, да. После чего бросаюсь в бассейн, там, ну, 50 метров, и два километра, на каком-то, там, километре-полтора приходит ответ. И, говорит, всегда правильно. Но для этого нужно мозг, вот, как бы, вот, просто продумать, а что будет есть? А так, а так, а так. Вот, если его, как бы, вот, заставить, то есть вода, она и однообразная. Ну, вот, Оша, такой был, он назывался динамической, это один из видов динамической медитации, когда однообразные движения идут в водной среде. Это очень, как бы, полезная штука. Ну, идем дальше. Так. Вы знаете такого писателя? Дмитрий Быков? Не знаете. Но он известный писатель. Я к нему отношусь достаточно негативно, но он тут впал в ком. Вот, он впал в кому, и после этого вышел из этой комы, ну, как будто там он отравился, или его отравили. Да, он такой, ну, достаточно одиозный, но популярный писатель. У него много почитателей, там, тысяч почитателей. Он часто выступает, там, на телевидении, на радио, встречается в стране, в стране ездит. Но, тем не менее, он такой одиозный, он мне не нравится все, что он делает. Но, когда он вышел из комы, он сразу пошел на радио и сказал, две хорошие новости, там, Бог есть. Ну, как бы, вот это хорошая новость, да? И это его извиняет за те все гадости, которые он делал, там, вот, может быть, пудрил, там, кому-то что-то не то, он там говорил. Вторая новость. Вот, Бог, он за ним, то есть он увидел человека, который там, как Бог, да? Он видел, да? Ну, он видел, да, как бы он видел. У него такой, на самом деле, те, кто попадает, вот, те, кто в коме, да, там, на грани жизни и смерти, у них очень особенный опыт, да? И он сказал, что, вот, мой Бог, да, он занимается украшением мира. Он, типа, развешивал шары красивые по больничной палате, там, которые, там, ну, какой-то красивый, там, бокал с каким-то напитком, да, говорит, вот. Вот, и потом он говорит, вот, вот эта вот фраза, вот, вторая, да, вот, какой же кайф, да, вот, после наркоза пить холодную воду, да? Это, говорит, блаженство, чудо, и, то есть он это рассказывает, просто очень вкусно, да, но человек, который вот только что побывал на том свете, да? И, он говорит, естественно быть счастливым, естественно наслаждаться, да, вот это чувствовать, знаете, эти нюансы, там, хорошая еда, там, да, хорошее какое-то окружение, там, ну, вот что-то, вот это все, что нас окружает, важно поймать у каждого свой какой-то, да, может быть, это в детстве. Да, да, понимаете, я вообще от него не ожидал таких, этих самых, вот, и потом вот вывод, быть, говорит, на стороне Бога просто, вот он справа пишет, да, достаточно украшать мир, вот, женщинам просто, они украшают собой, да, там, ну, делать какие-то, ну, красивые вещи, может быть, там, добрые дела, да? И вот он говорит, вот мой Бог это принимает, то есть, вот я считаю, что ему повезло, что он, как бы, жив остался, и потом выскочил и сказал, а так он редкостно, как бы неприятный человек, вот, неприятный, но тем не менее, это его извиняет, я его вообще ни за что бы не поставил в презентацию, но когда прочитал это, там, на сайте Мэха Москвы, да, я подумал, что имеет место быть, да, то есть мир полон блаженства. Важно только поймать, ну, вот, что нравится, путешествия, да, какие-то вот нюансы, да, я, например, ну, мне нравится, я часто передвигаюсь в последнее время по разным городам, срубежным, и вот недавно я был в Армении, я в 6 утра оказался в Ереване, а в 10 у меня была встреча. Я просто ходил по Еревану и смотрел, как просыпается город. Это ни с чем несравнимое просто удовольствие. Я примерно знал направление, я отключил вот эти всякие навигационные штучки, да, и просто вот ходишь, как бы, в пространстве каком-то, совершенно, вот, это потом остается с тобой. То есть вот, ну, какие-то такие моменты, которые даже, ну, трудно описать. Вот, сел, там, какой-то сквер, вот, что-то там, люди выводят. Не собак, а котов. И там не голуби, а коты, вот они кормятся, да, тут же цветут эти, цветет миндаль, сливы. Ну, вообще-то, вот, какое-то такое совершенно уникальное. Вам на котах? Нет, котов. Я тоже интересно, почему, собственно, я не видел там собак, ну, все гуляют с котами, да, гуляют с котами. Плюс там еще есть вот эти местные коты. На поводках? На поводках. Какие-то такие-то? Нет, ну, я тоже, а голуби нет, да, то есть, что есть коты, да, и когда вот это все утром там, ну, то есть, это какие-то, это какие-то, ну, там, достаточно невероятные вещи, или там монастыри, там, вот какой-то монастырь, который, ну, это как бы останется все равно. Вот, кстати, базальтовая скала, допустим, там, 30 метров на 20 и высотой метров 10. Ну, неровно. И вот там 500 лет назад в ней начинают делать такую, как бы, шахту. Ну, просто такой колодец. Вот делают там, допустим, метров 5, там, 6. И после этого начинают ее долбить изнутри, делать храм. Они не могут ошибиться, потому что в итоге в храме получаются колонны, получается место для алтаря, место для икон. Представляете, вот они изнутри вот это делают. То есть, вот они влезли, вот это, кстати, вот, я бы туда даже не влез. Я даже не влез бы туда, в принципе, я бы старался бы, ну, как бы, это сам. Они влезают, вот это вот выходное отверстие остается. И дальше они в базальте. Это вообще что-то такое. А потом там вдруг какой-то родник начинает бить. Вообще не стало ни с ним. Ну, то есть, там такие вещи не кажутся. Это может остаться со мной, там, с вами. Если вы умеете, скажем так, удивляться и брать вот эти штуки, ну, как ресурсные, как сейчас говорят психологи, как ресурс. Это очень важно, иметь вот такие. У кого-то ресурс в детстве. А можно вот удивляться и уже после детства. А что делать? Ну, может быть, да. Так, идем дальше. С быком понятно. Прощаем его. Он вернулся. Дальше. Какой у нас есть тут маленький, что ли, нюанс? Время как быстро бежит. Да. Вот есть круг забот, то, что вызывает у нас беспокойство. И он иногда излишне большой, потому что круг влияния наш существенно меньше. Это раньше советские люди ходили на демонстрации и беспокоились, как там негры в Африке, Свободу Нельсона, Мандели, там, еще что-то, да, там. А сейчас почему бы не поберечь эту самую энергию на себя? Да, вот. Что у вас находится в круге забот? Мне кажется, много всяких вещей, из них 50% может быть стоит убрать. Нет? Может быть, даже это чужие заботы. Знаете, вот кто-то любит так перевесить какие-то такие штуки. Почему бы их, ну, вот, как бы не оценить заново, да? А в круге влияние. Что мы можем реально изменить? И получается, все равно у нас внутренний такой дистресс. Потому что, когда эти сталкиваются, да, получается, что вот энергия уходит, уходит, ничего не меняется, а меняется не так, время идет, ну, все это очень быстро. Значит, есть такой фильм. Я вам рекомендую его посмотреть. Потому что рано или поздно люди попадают в подобные ситуации. Называется «История о нас». Смотрели ли вы? Там играет Мишель Пфайфер и этот самый Крепкий Орешек, Брюс Виллис. Хороший фильм. У них вот семья разрушается. И Брюс Виллис, чтобы как-то сохранить семью, ну, и Пфайфер тоже, да, как главный герой, героиня, они начинают вспоминать какие-то хорошие моменты. Вот как они на свадьбе. Здесь не очень слышно. Вот это идет... Отец умер. Знаете, у них есть прошлое. Да? В прошлом всегда можно найти как негатив, так и те вещи, которые, ну, смысл поддают жизни сегодняшней. И, собственно, у них все стало хорошо. Фильм хороший. Ну, он реально хороший. Он такой, мне кажется, ему лет 20 с чем-то. Но они хорошо играют. Да. И это жизненная, и это жизненная такая штука. Да, как бы вот. Ресурсы из прошлого. Более того, есть такой психотерапевтический, что ли, прием. Если, ну, как бы два варианта. Если мы хотим поддержать человека, то надо выслушать, ну, какая у него негативная сейчас ситуация. Ну, такая сложная. И попытаться в прошлом найти какой-то позитив. А если, наоборот, мы хотим его загасить, то нужно говорить, как прошло, он был хорошо, а сейчас как плохо. Ну, то есть, делать акцент по-другому. Так вот, мы сами себе можем быть такими психотерапевтами. Да? Где вот эти, ну, вот скажите, вот, Лена, что для вас ресурс, ну, вот скажем, на слово это не очень нравится. Где вы находите ресурс для жизни? Вот что вас может поддержать в этом ресурсном состоянии? Не надо сказать, что все для вас вообще нет силы. Угу. Нет, чтобы было хорошо и понятно. А вот ресурс в чем? Как бы вы? В своей домашней женой. Да. Ну, то есть, это для вас вот какие-то, вот это какие-то ресурсные ситуации. Понятно. Для вас. Спасибо. Для вас. А в детстве что-то совсем маленьком? К сожалению, хороших ресурсов. Нету. Ну, наверное, может быть, вот у меня есть еще брат, но мои ресурсы. Угу. Да. Наверное, только, там, так, что не было бы получено в детстве, поэтому от того ресурсов я думаю, очень мало. Угу. Понятно. Спасибо. Вас, вот что может быть ресурсом? Вы знаете, я очень часто, когда он плотный, я почему-то стремлю папу, но он умер, ну, так сказать, он участник войны, он умер, правда, в 90-е лет, но он до последнего момента все было прекрасно за головой, он мог там Москву узнать, все, ну, то есть рассказы какие-то вещи, и вот я, он всегда был настолько собран, ну, вообще военный, профессиональный, он до последнего момента сам себе даже мог готовиться и все это. И я, когда мне что-то плохо, говорю, ну, как же так? Ну, да. Ну, 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 все это. А я что, я же на боком положить. Не, ну, да. Ты должна держать себя. А моя мама, кстати, у меня дед тоже военный, она в сложной ситуации, она такая вообще была строгая. Со мной там была строгая, там, какого-то такого слова доброго, такое слово, похвалить, это очень трудно. А она говорила, я жена офицера. Фу, я дочь офицера. Я дочь офицера. То есть... Да, а он тоже участник войны, и, ну, там, командовал батальоном, там, отделением истребителей танков, там, если... Да, ну, то есть оно вот очень так вот, вот эти все свои сложности, когда там умирали, там, братья, там, отец, там, я жена. Ну, то есть мы кого-то умирали, а не только воспоминания, мне кажется, а просто вспоминать человека какого-то, на которого можно реально умирать. И еще, знаете, вот я заметил, ну, такой момент, ну, может быть, это не очень хорошо, но, как бы, вот отношение такое 3D есть. Ну, вот есть люди, ну, вы там школьные товарищи, ну, кто-то с кем-то интересно, с кем-то не интересно, ну, там, по институту, да, с кем-то не интересно. Ну, бывает так, что ты ушел куда-то, там, вдаль, взвалов за собой, редко кто туда ходит, да, или же человек занимается, там, каким-то бизнесом, допустим, я неинтересен, потому что там своя специфика, да, ну, вот есть какие-то. Я кому-то неинтересен, там, мне неинтересен. Но, тем не менее, вот я замечаю, что общаясь с людьми, которые даже были когда-то, ну, скажем, на взлете, вот они, у них там было все, там, вот, там, они были там счастливы, они были там богатые, там, дети, там, еще что-то. А потом происходили какие-то вещи трагические, и они, ну, вот, сейчас в состоянии таком, как-то после удара тебя били, били долго, да, и если ты общаешься с ним, и ты видишь только вот это состояние, это проигрыш и для тебя, и это самое. Вот мне удается иногда видеть одно момент. Я вижу человека прошлого, вот, в пике, и я вижу его сейчас в какой-то неудачной ситуации, и тогда иначе совершенно выстраивается разговор. То есть мне кажется, я транслирую, ну, какую-то, вот, какую-то энергию вот оттуда, да, то есть я видел какой, или какая, да, и я не вижу, ну, вот, вот, нельзя его делать таким двухмерным, нервным, или ее, да, берите вот его разным. Ну, раньше вообще, как бы, на религиозной, люди говорили, ну, это сложно, видеть человека такого, как его задумал Господь Бог, это сложно, да. Ну, вот, скажем, искать какие-то моменты, которые, вот, они позитивные, там, ваши совместные какие-то переживания, да, там, что-то такое, и привносить это вот в сегодняшнюю жизнь, это очень, как бы, полезно. Цель при воспитании детей тоже. То есть, если у вас будет совместное переживание с ребенком, эмоционально позитивным, он вас никогда не предаст, потому что вы будете его ресурсом. Нет, это, ну, вот, реальность. То есть, если человек сейчас плохо, но ты стал, что он там какой-то был, ты этому человеку говоришь, какой-то был, у тебя все есть, то есть, ты его как бы... Нет, 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 не то, что какой-то был, ну, в итоге я до этого говорю, что надо его вернуть к тем позитивным воспоминаниям, когда там все удавалось, да, не то, что сейчас это не удается, а в итоге, ты помнишь, что ты там преодолел, ты смог, вот там ты так и сейчас сможешь. Да, я даже более того скажу, знаете, я когда-то в классе, когда-то поехали в Карпаты, в Карпаты. Это очень важно, очень важно, ну, почему чиновники, там, люди ходили в бане, там, еще что-то, это объединяет, ну, можешь это вспомнить, доходы, объединяет, да, как бы, там, чиновник, чиновник, он сходил на охоту, это потом один, кто-то прошелся, вышел в люди, второе тянет, потому что у них есть эмоциональная связь. Эмоциональная связь может быть самая дурацкая. Я, например, до сих пор помню, когда мы в 10-м школьной классе поехали в Карпаты и просто такой толпой школьной ходили по этим горам, там, орали, там, все такое прочее, всякими вещами занимались интересными, и вот мой одноклассник, он там курил сигарету, ну, докурил ее, и вот щелчком, бац, ел, ну, как бы, кидает сигарету, и эта сигарета, пролетев метров пять, попала в маленькую такую узкую уровню, ну, как бы я считаю, вот такой вот просто, почему это было удивительно, я такой смотрел, это было просто, ну, это далеко, вот такой, как точно, вот он, когда это сделал, он смотрит, а никто не видел, ну, вообще, никто, да, как бы, никто не видел вот это, ну, прям, че-то маленькое, да, ну, реально, вот я прям быстро помню, и тут я ему так, Андрюха, и он это вспоминает до сих пор, потому что мы присоединились вот к этой его, да, ну, то, что присоединились, мы просто видели, мы видели, да, то есть он так смотрел, а все уже прошли там, он уже так готов был куда-то, и тут я рассказал, вот, сколько лет прошло, до сих пор, вот это как бы, да, нет, ну, искренне, ну, это действительно было, ну, как пустяк, такая вот, какой-то вот ерунда какая-то, обстоятельства, никого нету, никого нету, а мы же социальные существа, да, дальше, времени, конечно, мало, ну, может быть, вы найдете время прийти, там, 18-го, тем не менее, я хочу, ну, наверное, это мы, ну, я, важно это сказать, я быстро проговорю, значит, страх, 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 значит, почему многие считают страх, страх, да, нересурсным состоянием, потому что мы путаем сигнал об опасности и свою индивидуальную реакцию, вот там, подотделение, там, неуверенность, еще какое-то физиологическое, на самом деле страх, это просто сигнал об опасности, он говорит, что надо изменить поведение, надо изменить поведение, более того, за страхом еще есть фобия, я сейчас не могу говорить дольше, если страх нас не научит правильным поведением, да, поведенческим реакциям, к нам прицепится какая-то фобия, тоже, которая хочет нам помочь, да, а у нас негативное время, если, представьте, вот вы ведете машину, ну, или там, как пассажир, там, и вот есть, вот вы едете по трассе, там, скорость 100, перед вами машина, она начинает тормозить, что вы видите, вы видите, вот эти стоп-сигналы загораются, какие ваши реакции, раз, вторая, переходите в сторону, третья реакция, даете на газ, ездите прямо, так вот, страх, это всего-навсего, сигнал об опасности, мы, ну, как бы это будем более четко говорить на большом семинаре, да, что не надо путать вот эти физиологические, наши физиологические реакции и то, что нам психика посылает, это просто измени поведение, измени поведение, ну, это, конечно, трудно, но, тем не менее, это все будет обучать. Ну, опять-таки, это все тренируется, понимаете, все зависит от группы, вот, скажем, у нас есть, у нас есть классический курс стресс-менеджмента, да, он, помните, я сказал, что он не всегда, когда эмоциональный всплеск, не всегда ты можешь медитировать или там мантры читать, или там еще что-то, нужна реакция, да, я даю вот этот классический курс, скажем так, быстро, а потом у нас есть возможность просто по заказу, кто-то боится публичных наступлений, кто-то начальников, кто-то чувствует себя жертвой, да, и мы уже работаем с конкретными вот этими состояниями. Более того, в конце занятия, ну, это на других курсах, у меня есть такая дурацкая привычка, я, есть возможность там 5 минут переговорить лично, ну, вот, условно говоря, он там заканчивается там в 5.30, примерно, а мы там заканчиваем в 5, и вот люди, потому что что-то не вынесешь на эту самую, на аудиторию. Вот, то есть это вещь такая позитивная, я, конечно, там засиживаюсь иногда, бывают, бывают такие вещи, но не в этом, у нас еще есть там комплекс на Турской, как-то пришли люди с суицидом, мы ушли в 11, в 11, я не мог, ну, просто я когда почувствовал, я не мог просто прервать вот это, то есть у нас там так заканчивалось что-то, там в районе 9, и мы ушли в 11, причем там, когда человек, ну, хотели бы выгонять уже, я говорю, ну, вы постойте, послушайте, я говорю, все, я типа тоже остаюсь, да, ну, то есть как бы по ситуации, по ситуации, это все дело такое очень, ну, сказать, тонкое, вот, и, ну, про страх мы потом как бы вот проговорим, вот, это вот, вот я хочу сказать, что ресурсный якорь есть, музыка, музыка, когда мы включаем «Спят усталые игрушки», я не знаю, нам хочется, что, наверное, вернуться там куда-то, а есть вот эти пионерские песни, у нас тут не очень громко, громкость почему-то отсутствует, и тем не менее, вот, песенка пионерская, вот, «Вместе весело шагать», сражает, да, вот, «Переки», а вас не сражает? Смотрите, фишка, фишка в чем? Песен много, песен много, можно подобрать себе такие ресурсы, да, как бы вещи. Вон, что там сидят взрослые, им лет по 60, они вам все там хлопают, ну, если там в зале-то смотри, то есть их это дергает. А вот еще, а вот девчон их хватает. Не знаю, в общем, смотри, на самом деле все индивидуально. Вот у меня в моей жизни, я вам признаюсь, есть такая, такой скорбь, знаете, скорбь, да, у нее есть такой медляк, такой, там, типа, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, вот, ужасно. Не-не-не, у меня она ужасная. Знаешь, по этой песне, вот, видите, у меня она ужасная. Вот будучи в каком-то пианесском, я первый раз пригласил девушку на танец вообще, причем я, там она это очень громко играла, там какой-то ансамбль приезжал, типа подник, я пригласил девушку на танец. А в танце-то главное не танец, а разговор. В общем, я-то вот долго решался, девушка была интересная, и я вот, и это семиминутная песня, это жуткое мучение, я не знал о чем разговаривать, я не мог договорить, потому что она мне там нравилась, и мы вот это там топтались, когда же это все кончится, когда же это, хоть бы она, еще что-то, до сих пор, это как бы не ресурс, это не ресурс, но музыка это мощнейший якорь. Особенно там вот как бы есть даже музыка, особенно с которой что-то связано, да, а может быть это классическая музыка, которая пробуждает какие-то более тонкие вещи, но не обязательно классическая, может быть самая глупейшая штука, но связана с каким-то эмоциональным, позитивным. То есть я вам рекомендую вот эти вещи все коллекционировать. А ансамбль Александровна, это кто-нибудь ходил на ход? Я ходил как-то было. Какой у вас впечатлил? Да нет, они все позитивные. Да, вот несколько просто вообще, вот просто видишь, я бывала, да, вот, может, это вообще, знаете, как-то вот эти люди... Нет, это духоподъемные, духоподъемные, что ли. И дальше, вот, ну, последний, наверное, слайд я вам покажу, не надо уже разбегаться. Просто, ну, если захотите, потом мы можем продолжить. Я всегда с избытком даю. Есть такой фильм, он уже тоже, наверное, старый. секс-бас... господи, как же он называется? Секс-басшем-басшем? Да. Ну, отличинка. Вот, значит, в чем здесь секрет? Ну, насколько вы услышите, я сейчас попробую дверь закрыть. Значит, очень важно детям, родным, там, мужьям, женам, ставить ресурсные якоря. Например, ну, вот, что-то происходит позитивно, да, как бы, а вы, вот, каждый раз, ну, допустим, вот, человек подходит и как-то, ну, как-то, может быть, как-то, да, там, или, или, там, прикасаетесь как-то. Вот, какое-то такое. Когда человек находится в дистрессе, если вы, ну, озаботитесь это делать время от времени, там, к ребенку, особенно к ребенку, удача, ребенку, удача, и тут его надо как-то особенно, но чтобы это не затерлось. Нужно быть, как, как будто найти, там, какую-то точку на теле, там, или как-то за ушко дерну, вот, прямо, дай-ка я тебе за ушко, а в других случаях никогда за ушко больше не дерну, вообще не дай. Вот, чтобы он, там, делай за ушко, вот, нет. Вот, за ушко дернули, в сложный момент, когда, там, ему плохо, еще что-то, он непроизвольно сам себе, или вы его, дернете за ушко, и у него пойдет эмоциональный болезнь, потому что его всегда дергали за ушко на этом самом подъеме. А как это называется? Это называется постановка якоря, ресурсного якоря. Вот, теперь, насколько тут будет слышно, не знаю, ну, Как же здесь все это, все это, немножко бестолково сделано. Ну, не знаю. Так, смотрите, ресурсный якорь, это вещь важная. Вот, сейчас будет чуть-чуть громче. Это Трейф туалета, когда он окончил медицинский мстит. В тот вечер Шарлотт познакомилась с сердцем и мозгом семьи Трейф. Банни Макдубович. Трейф, тебе так шли шапочка и мантия. Это снято до того, как мы прыгнули в фонтан, и нас загребли полицией. Мама, что там дальше? Байскаловские снеги? Скажи спасибо, что я не взяла ту, где ты снят на медвежьей шкуре. Будь снисходительной, Шарлотт. Моя мама фототеррорист. Ладно, раз уж мы стали вспоминать прошлое, возьму что-нибудь покрепче. Можно вас? Ирис Кисальдом двойное. Может быть, лучше красное вино? Не так тяжело для сердца. Чудненько. Томас, еще немного сыра. Спасибо. Ему сто лет, но он никогда не забывает про мой мартини. Скажите, вы играете в теннис? Она мне нравится. Значит, я не одинок. А что влюбленные делают сегодня вечером? Я сказал столик в ресторане Клош. Была там на прошлой неделе. Крабы были отвратительны, и официант чрезвычайно нелюбезен. Рекомендую пойти в Котбаск. Чудненько. Да, методика Бани, несомненно, была эффективна. Три всю неделю мечтал пойти в Клош. Что? Тебе не нравится салат? Странная приправа. Простите, вы не могли бы вместо этого принести салат из индиви? А может быть, лучше из томатов с базиликом? Чудненько. Знаешь, маме ты очень понравилась. Правда? Иначе и быть не могла. Ты само совершенство. Воплощение мечты. Шарлот знала, что момент настал. Сейчас. Вот сейчас он сделает ей предложение. Шарлот. Да. Томаты и базилик? Да. Приятного аппетита. Маленький островокрая. Этот базилик самосовершенствует. Это необыкновенный. Ты всегда точно знаешь, чего я хочу. Давай поженимся. Чудненько. май. Маленький островокрин. Обо вычон Napisy. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...